Минск, Добруш, Славгород, Осиповичи, Москва, Рязань и, конечно же, Бобруйск. На два дня город на Березине поистине превратится в поэтическую столицу. Здесь впервые проходит межрегиональный литературный фестиваль. Идея собрать талантливых людей из разных уголков страны и соседней России принадлежит руководителю Белолитсоюза «Полоцкая ветвь» Олегу Зайцеву. Беларусь у нас, надо признать, немножко туговато с литературными мероприятиями фестивального масштаба. По сути дела, мы закрываем вторым фестивалем, мы закрываем в какой-то мере эту брешь образовавшуюся. И мне кажется, что Бобруйская земля богата на таланты. И этот фестиваль вполне может со временем перерасти из регионального статуса, перерасти в международный. В творческом состязании принимает участие более 30 поэтов и литераторов в возрасте от 16 до 70 лет. Кто-то из них делает первые шаги в мире поэзии, а кто-то достиг ярких творческих высот, имеет свои сборники и признание среди профессионалов. Юная Анна Холова – ученица 21-й школы. Стихи пишет недавно, но по-настоящему влечена процессом и хочет развиваться в этом направлении. Мне очень нравится поэт Евгений Евсушенко. И вот из-за этого поэта я начала любить поэзию. Я очень волнуюсь, но я думаю, что все пройдет хорошо, и я очень рада, что меня пригласили на этот фестиваль. Своё творчество на суд жюри участники представят в трех номинациях – патриотическая, любовная лирика и конкурс короткого рассказа. Профессионалы будут оценивать художественный уровень произведений, владение приемами стихосложения, исполнения и артистизма. Как члены жюри анализируем литературу, выдвигаем людей на какие-то престижные места. А это их подбадривает, это дальше дает силы. И я считаю, что хорошее идет дело. Завтра в программе культурного форума «Поездка в Телушу». Здесь, на могиле внучки Пушкина Натальи Воронцовой-Вельяминовой, пройдут выступления белорусских поэтов. Людмила Любимцева, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360.